Добрый вечер! В студии Тимур Викмурзин. Время реальной экономики. В нашей программе мы стараемся максимально понятно и доступно рассказать вам о процессах, подчас довольно сложных. Сегодня мы покажем вам, как и чем живет большая нефтехимия Татарстана. В центре внимания программы будет главный нефтехимический флагман республики и ее гордость компания Нижнекамскнефтехим. Подробнее о производственных достижениях и планах на будущее нефтехимиков и не только. Социальный аспект, какое значение ему придают в компании, смотрите в этом выпуске. В прошлый год 613 тысяч тонн этилена произведено, это рекордная цифра. И такого же объема, вот 600 тысяч тонн этилена, мы должны в ближайшее время построить. Нижнекамскнефтехим. Вчера, сегодня, завтра. Будни нефтехимиков и планы на будущее. Какие перспективы открываются? Стратегия будущего. Детали грандиозного проекта Нижнекамскнефтехима. Мы занимаемся хоккеем и мы очень любим этот лагерь. После трудовых будней, где и как отдыхают нефтехимики и их семьи, отправимся по живописным местам Нижнекамска и узнаем, почему заграничным курортам нижнекамцы предпочитают местные базы отдыха, санатории-профилактории и детские лагеря. Итак, ровно год назад флагман российской нефтехимии и один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы Нижнекамскнефтехим отметил свой полувековой рубеж. И хотя за плечами у предприятия такая история, каждый новый год и месяц дарит очередные памятные даты. Да какие! 28 июля исполнилось 45 лет со дня получения первой продукции на основополагающем производстве Нижнекамскнефтехима в заводе Бутилова Каучука. Благодаря именно этому заводу предприятие входит в тройку мировых лидеров по выпуску Бутилкаучука. Еще одна знаковая дата на подходе. 31 июля в 1967 году Нижнекамский химкомбинат выпустил первую продукцию. С этого момента минул 51 год. Сегодня Нижнекамскнефтехим – это мощный нефтехимический комплекс, на котором выпускается более 120 наименований продукции, востребованный как российскими, так и зарубежными потребителями в более чем 50 странах СНГ, Европы, Северной Америки и Азии. Производственный комплекс включает в себя 8 заводов, собственный научно-технологический центр. На предприятии трудится более 15 тысяч человек. Итоги года. Производственные и финансовые подвели на общем собрании акционеров компании. Там же обсудили и перспективные планы на будущее. Подробности прямо сейчас. Это действительно уже традиция и даже норма для нижнекамских нефтехимиков каждому собранию акционеров компании приурочивать открытие нового производства. На этот раз запустили установку по производству изобутилена мощностью 160 тысяч тонн в год. Важнейшего сырья для выпуска изопрена. Спасибо, Рустам Нургалевич, вам за поддержку, которую вы оказываете постоянно нашему предприятию. Спасибо всем, кто нам помогает. И, Альбер Кашавч, вам огромное спасибо за то, что группа компания ТАИФ постоянно заботится о наших вопросах и постоянно вместе с нами их решает. Нижнекамск нефтехим демонстрирует отличные темпы роста по всем направлениям. В ближайшие месяцы планируется завершение и пуск производства изопрена мощностью 333 тысячи тонн в год. Реализация всех трех проектов по выпуску формальдегида, изобутилена, изопрена решит вопрос сырьевого обеспечения и позволит увеличить выпуск изопренного каучука на заводе СК до 330 тысяч тонн в год. В результате чего его доля на мировом рынке может увеличиться с 47% до 54%. К слову, в общемировом рейтинге производителей синтетического каучука компания занимает по объемам производства седьмую позицию. Еще одно достижение нефтехимиков на производстве бутиловых каучуков в 2017 году выработка была увеличена до 220 тысяч тонн в год. Весомые результаты были достигнуты и в секторе пластиков. Предприятие занимает ключевые позиции на российском рынке в этом сегменте. Нижнекамск нефтехим является ведущим российским производителем линейного полиэтилена низкой плотности и сополимеров, пропилена и на протяжении последних лет крупнейшим производителем стирольных пластиков. В 2017 году было отгружено порядка 700 тысяч тонн данной продукции. В минувшем году был сделан значительный шаг по расширению марочного ассортимента пластиков. Освоено несколько марок полистиролов для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Нижнекамск нефтехим входит в реестр поставщиков изоляционной марки полиэтилена для предприятий, выпускающих магистральные нефтегазопроводы. Помимо этих уже традиционных для Нижнекамск нефтехим оппозиций, нефтехимики из Татарстана готовы побороться и за другие новые для них ниши на рынке. Расширение линейки наших продуктов, занимать те ниши, в которых раньше Нижнекамск нефтехим не участвовал. Наши последние наработки – это новая линейка линейного полиэтилена низкой плотности, который в России не делался, новые марки кабельных полиэтиленов для кабельщиков, для кабельной продукции. И при повышении качества продукта сопутствующая задача – не допустить увеличения себестоимости цены, быть всегда в рынке, быть всегда в тонусе, с тем, чтобы иметь серьезное конкурентное преимущество и с импортными материалами. Сохранение позиций на рынке и освоение его новых ниш – задача для нефтехимиков более чем привычная, но сейчас в Нижнекамске готовы к решению еще более серьезных и амбициозных задач. Это еще один путь для роста – резкое, кратное наращивание объемов по производству базового сырья. Для нефтехимиков таким сырьем является этилен. Рост объемов производства этилена – это совершенно новые возможности и для всех остальных производств Нижнекамск нефтехима. Поэтому недавнее подписание на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о финансировании нового олефинового комплекса в Нижнекамске фактически знаменует новый этап новейшей истории компании. Соглашение об открытии кредитной линии между Нижнекамск, нефтехимом и организованным Deutsche Bank, консорциумом банков на сумму 807 миллионов евро обеспечивает для этого грандиозного проекта необходимую финансовую базу. Мы начали отслеживать этот проект на достаточно ранней стадии. Мы видим для себя будущее, и чем больше немецких компаний будет увлечено в бизнес с компанией Таиф, мы будем готовы их поддерживать. С одной стороны, я очень горжусь тем, что мы сделали, что мы достигли эту важную веху, но с другой стороны, я очень возбужден, предчувствуя ту гигантскую работу, которую нам предстоит еще сделать и успешно реализовать этот проект. В прошлый год 613 тысяч тонн этилена произведено, это рекордная цифра, и такого же объема, вот 600 тысяч тонн этилена, мы должны в ближайшее время построить. Для этого все условия есть, значит, финансовая схема подтверждена, сейчас идет работа по рабочему проектированию. Огромный плюс для Нижнекамска, то, что вопрос финансирования проекта века, нового олефиного комплекса, фактически решен. С зарубежными партнерами есть четкое взаимопонимание, как результат Нижнекамск-нефтехим уже приступил к активной фазе реализации проекта. В июле компанию посетила со знакомительным визитом делегация компании Линде Инжиниринг во главе с председателем совета директоров Кристианом Брухом. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика по понедельникам в 22.10. Если все будет идти по плану, то уже к 2023 году по окончанию строительства и ввода в эксплуатацию олефиного комплекса выручка и налоговые отчисления в целом по Нижнекамск-нефтехиму увеличатся более чем в два раза. В результате реализации проекта будут созданы новые, отвечающие самым современным требованиям рабочие места. Ну и, конечно, это даст новый мощный импульс для дальнейшего развития всего Закамского региона и города Нижнекамска, родной республики и страны в целом. Сегодня в Нижнекамск-нефтехиме есть четкое понимание, что успехи на производстве – это результат эффективной работы всего коллектива. Вопросы социальной защиты персонала для компании в числе наиболее приоритетных и по-другому и быть не может. Иначе, как требовать сработника полноценной отдачи на производстве, не создав для него комфортных и достойных условий вне работы? Все эти вопросы отражены в коллективном договоре, который в этом году принят на три года. В компании накоплен огромный опыт в организации лечебно-оздоровительной деятельности. Работники предприятия могут поправить свое здоровье в здравницах Татарстана и России. Ежегодно 2600 детей работников акционерного общества имеют возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях «Юность» и «Олимпийц». Зарина Ахметова с подробностями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый раз, каждую смену у нас для детей новая, так скажем, мы называем это планцеткой, то есть тематика именно конкретно их мероприятий. Вообще сама программа называется «Юсити», то есть мы хотим сделать из маленького лагеря маленький город, чтобы было свое самоуправление, свои какие-то вещи, которые есть в городах. То есть у нас есть своя валюта, сейчас появилась, дети копят ее, чтобы, допустим, пойти на рассвет, или купить пирог, или заказать какую-то песню у диджея. Ежегодно в «Юность» приезжает около двух тысяч детей. Каждая смена может принять примерно 400 ребят. Родители, работающие на Нижнекамскнефтехиме, оплачивают только 15% от стоимости путевки в детский лагерь. Остальные 85% берет на себя предприятие. Побывав здесь впервые, многие вновь стараются вернуться в «Юность». Некоторые приезжают сюда даже несколько раз за лето. Мне очень нравится здесь, поскольку здесь очень обширная программа. Здесь много всего происходит. Здесь мы вот скоро в бассейн пойдем, банные дни, кружки опять же, фотосессии, пионербол, футбол. Постоянно какие-то интересные мероприятия. Благодаря Нижнекамскнефтехиме в лагере создана вся инфраструктура, необходимая для комфортного отдыха. Столовая с пятиразовым питанием, благоустроенные жилые корпуса, спортивные площадки, летние эстрады, беседки, шатер для проведения мероприятий и многое другое. В библиотеке детям предоставлена возможность выбрать любую из более чем двух тысяч книг или заказать ту, которую он хочет прочитать. Каждый ребенок сможет найти себе здесь занятие по душе. В летнее время в лагере действует порядка 12 различных кружков. Все они распределены по трем тематическим направлениям. Образовательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое. Руководят кружками специалисты с высшим педагогическим или профильным образованием, которые занимаются с детьми по отдельному расписанию. Вот, к примеру, в день нашего визита у ребят проходил урок по туризму, где они учатся разжигать костер, строить шалаш, ставить палатку, правильно вязать узлы, а также ориентироваться на местности. Учим немного выживания в полевых условиях, что, как, зачем, почему делается. Это, скажем так, основы выживания, основы безопасности для ребенка. Сегодня планируем дать немного движения, работа с компасом. Вот специальные фишки у меня стоят здесь. Они попробуют брать по компасу направление, по фишкам, по этим. Немного пройдут. Каждый год, приезжая в юность, Аделина Мустафина старается попасть именно на туризм. Знания, которые девочка получает в ходе занятий, нередко пригождаются ей в жизни. На этом кружке мы учимся чего-то новому, активно, то, что в любой момент, в любом случае поможет. Когда, если, например, ты в лесу потеряешься, вот, например, вот эти вот прямые узлы нам помогут, например, выбираться. Я сама живу возле леса на Красном Кличе, и это периодически мне помогает. А вот Айгуль Кадырова решила в дни пребывания в лагере продолжить занятия английским языком. Это еще один кружок, который могут выбрать юные отдыхающие. Уроки здесь проводятся в игровой форме, как по разговорной речи, так и по грамматике. Я выбрала английский, потому что я в Нижнекамске тоже занимаюсь в английской школе. И чтобы за лето не забыть, ну, или просто повторить английский. Вот сегодня кто-то из ребят попросил грамматику, мы немножко пройдемся по грамматике, а потом мы в игровой форме изучаем какие-то новые слова. То, что они хотят узнать. Какие-то повседневные, необходимые для жизни слова. По завершению смены каждый ребенок совместно с руководителем кружка представляет итоговый продукт своей деятельности публики. Это могут быть творческие номера, которые показывают на концертах, сборник статей, видеоролик или участие в соревнованиях. Что касается спорта, то здесь у ребят очень насыщенная программа. Лагерь «Юность» является структурным подразделением спортивного клуба «Нефтехимик», который является стопроцентным дочерним предприятием Нижнекамск-Нефтехима. Каждую смену в лагере проводится первенство по стритболу, футболу и пионерболу. Команды, занявшие первые места, чествуются перед всем лагерем на линейке награждения в конце смены. Отдельно за большими спортивными достижениями дети приезжают еще в один подвергностный лагерь Нижнекамск-Нефтехима с говорящим названием «Олимпийц». И не совсем на отдых. Здесь программа рассчитана именно для начинающих спортсменов, будущих победителей. В лагерь ребята заезжают вместе с тренерами, поэтому берут сюда только тех детей, кто серьезно занимается спортом. Каждый отряд или каждая группа, она заезжает со своим тренером. Она приезжает с тренером, допустим, группа, ну, футболисты, например, заехали, 20 человек, они приехали с тренером. Ребята все друга знают, они тренируются там год, два, три, они приезжают с тренером. Им добавляется еще вожатый, который занимается вот тем, что я сказал, концертами, чтением, дискотеками там и так далее. Вот получается такая вот, такая вот примерно схема. Каждый день рассчитан грамотно, по часам. В первой половине дня по две тренировки, а вечером развлечения. Для занятий спортом в лагерь есть три футбольных поля, легкоатлетический стадион, три волейбольных площадки, теннисный корт, баскетбольная площадка, тренажеры, павильон для спортивных единоборств, два бассейна и сауна. Мы занимаемся хоккеем. И мы очень любим этот лагерь. Можно подумать, что в Олимпийце дети занимаются исключительно физическим развитием. Но это не так. Здесь спортсмены могут представить и свою творческую сторону, выступая на сцене с музыкальным номером или постановкой. Название смены – театральная история. Два раза в день у них будут тренировки, и в конце вечера у нас развлекательное мероприятие. Либо творческое, либо интеллектуальное, или различные какие-то бегалки, стратегические игры или игры-квест. Есть в Олимпийце еще одна особенность – это система питания. Оно хоть и традиционно пятиразовое, но усиленное. Кормят здесь очень хорошо. Мне очень нравится. Больше всего мне нравятся оладьи со сгущёнкой. Мне нравится, как здесь кормят. Можешь выбирать, что ты любишь, что не любишь. И причем это за несколько дней делается, и ты можешь не спешить никуда. На вкусный ужин, например, могу дать картофельную запеканку. Вот она мне больше всего нравится. Нижнекамск нефтихим делает все для того, чтобы отдых детей был комфортным. Эту социальную миссию предприятие осуществляет с момента своего основания. К каждую смену, благодаря стараниям наших производственников, благодаря нашему папе и маме Нижнекамску Тихиму, ну вот считайте 460 плюс 220 – вот такое количество детей имеет возможность заехать или имеет возможность родителей отправить отдыхать, в общем-то, за небольшие деньги. По соседству с лагерями расположилась еще одна жемчужина отдыха. Санаторий-профилакторий – корабельная роща. Здравница также располагается в зеленой зоне. Именно в этом лесном массиве в 19 веке известный русский художник Иван Шишкин написал свою картину с одноименным названием. Неудивительно, что для своего произведения он выбрал пейзаж и этой местности, ведь здешняя красота поистине завораживает. Оздоровиться и отдохнуть работникам Нижнекамск нефтихима в корабельной роще можно в любое время года. Санаторий работает круглогодично. Каждый заезд длится 18 дней и может принять до 250 человек. Программа лечения назначается индивидуально, в зависимости от показаний врача. Практически во все программы включены массаж, водные процедуры, теплолечение – это или парафинное лечение, или грязелечение, физиолечение или световое лечение, фитотерапия, сауна, бассейн. Регулярно здесь организуются заезды для сотрудников, работающих во вредных условиях труда. Для них создана специальная усиленная медицинская программа. А летом в санаторий «Корабельная роща» встречают родители с детьми. Параллельно с лечением организуются игры, квесты, дискотеки и развлечения для всей семьи. Вот с 1 июня начались заезды мать и дитя, в которых могут родители оздоровиться своими детьми. В это время работают у нас игровые комнаты. У нас есть дополнительные два воспитателя, которые приглашаются именно на летний период. И с детьми проводятся различные конкурсы, игры, развивающие мероприятия. Второй год подряд в «Корабельную рощу» приезжает гульнас Закирова сыновьями Амиром и Булатом. Пока молодая мама поправляет здоровье, мальчикам скучать с ней приходится. Здесь у них уже появились новые друзья. И свободное от процедур время они проводят в игровой комнате, либо на детской площадке. Здесь есть игровая комната, которая позволяет мамам, ну и папам тоже, бабушкам, оставить своих детей, внуков, за ними ухаживают воспитатели. А в это время мы, мамы, принимаем какие-то процедуры лечебные. Я по утрам люблю кататься на велосипеде и делать тут зарядку. Еще у меня здесь был самокат. Еще катаешься на самокате. Угу. У меня тут много друзей. Очень удобный режим, график совмещается. У нас же и дети проходят лечение, и мамы проходят лечение. Можно спокойно, не переживая, оставить своего ребенка, пролечиться, потом прийти его забрать. Многие нефтехимики стараются приезжать в санаторий каждое лето. Ведь такая природа в сочетании с прекрасным обслуживанием, трехразовым питанием и комфортным проживанием – большая редкость. Мы вообще стараемся каждый год здесь отдыхать. Нам очень нравится. Дети моим очень нравятся. Они с удовольствием здесь и кушают, и отдыхают. Спасибо всему персоналу. Нам здесь очень нравится. Персонал очень вежливый, питание очень хорошее. Все на высшем уровне. Я не первый год здесь отдыхаю. И с дочерью отдыхали. И сама я отдыхала, мне давали путевку. Очень хорошо, мне нравится, очень понравилось. Еще один уголок края, предназначенный для сотрудников Нижнекамск-Нефтехима – это база отдыха «Дубравушка». Чистый воздух, большое озеро и дубовая роща. Место просто сказочное. Работать база начала еще в конце 70-х. С того момента она не раз претерпевала изменения. В 2007 году ее полностью реконструировали, и домики оснатили всеми удобствами. Сейчас территория базы занимает 8,5 гектара. Всего 20 домиков. Домики со всеми удобствами. В каждом домике душевые кабины, обогреватели. Если холодно становится, можно включить обогреватель. Туалеты тоже прямо в домиках. Много лет назад таких условий не было. Ну а помимо этого, природа, она такая замечательная здесь. Видимо, поэтому в «Дубравушку» так любят приезжать всей семьей. Некоторые нефтехимики отдыхали здесь еще в детстве. Ирина Семензеева вспоминает, как когда-то проводила лето именно на этой базе с родителями. Сейчас в «Дубравушку» она приезжает уже со своими детьми. У старшего сына «Дубравушка» ассоциируется с летом. Он уже с начала лет спрашивает, когда мы поедем в домик на речке. В «Дубравушке» все нравится, все условия созданы по сравнению с тем, что было раньше, когда мы ходили в душ общие. Сейчас душ уже в домике и санузел в домике есть. Ездим с первых дней, когда еще здесь палатки стояли. И каждый день приезжали. У меня трое детей. И как-то у нас ездить далеко возможности финансы не позволяли. И мы сюда с удовольствием приезжали. А сейчас я приезжаю с детьми, с внуками. Я бы хотела пожелать, чтобы «Дубравушка» так же работала, потому что многие молодые семьи сейчас платят ипотеку, и у них нет возможности ездить далеко, за границу или на юг. А сюда они приезжают с удовольствием. На берегу озера оборудована лодочная станция. Каждый отдыхающий может воспользоваться лодкой, чтобы покататься или порыбачить. Предусмотрен для гостей и бесплатный прокат спортивного инвентаря. Для взрослых и детей есть велосипеды, скейтборды. Создан павильон для игры в настольный теннис. Кроме этого открыт теннисный корб и площадка для игры в волейбол. Берем лодки, плавсредства. Также детям волейбольные мячи предоставляются, велотранспорт. Все, пожалуйста, в доступности. И все бесплатно. Для самых маленьких оборудована игровая комната. В ней собрана небольшая библиотека и настольные игры. Ежедневно аниматор организует для ребят развлечения и интересные занятия. Здесь очень интересно гулять хорошо. Друзей много. Только в первом полугодии 2018 года работникам Нижнекамск-Нефтехим было выдано около 600 путевок здравницы России и Татарстана. Такой отпуск может позволить себе каждый сотрудник предприятия. А льготы на приобретение путевок позволяют значительно сохранить семейный бюджет. Все объекты социальной значимости предприятия Нижнекамск-Нефтехим предназначены для того, чтобы ими пользовались нефтехимики и члены их семей. Это в приоритете у руководства компании. Забота о персонале, создание комфортных условий как для работы, так и для отдыха характеризует Нижнекамск-Нефтехим как социально привлекательное и ответственное предприятие. А сотрудникам дает уверенность в завтрашнем дне и желание максимально способствовать успешной работе компании. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22.10. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова